Хей-хей, друзья! С вами Стив Про, и сегодня первая часть выживания в Майнкрафте Покет Дижн. Ну что ж, каждое выживание мы, конечно, начинаем с добычи дерева или с добычи ресурсов, потому что это первая часть. И, как видите, мы начинаем с чистого нуля, и уже появляется подлагивание. Я знаю и надеюсь, что наше выживание будет ярким, потому что у нас установлены шейдеры. Но, друзья, мы будем надеяться, что сегодня мы найдём что-нибудь интересное. Что ж, копаем, и уже добыли 4 кубика дерева. Довольно хорошо, но хочу рассказать о нашем месторасположении. Во-первых, мы заспавнились в обычном-листном биоме, и наверху у нас есть ещё горный биом, что довольно странно для таких биомов. Я не знаю, что творится с генерацией, но смотрите, на горном биоме спавнятся обычные деревья, которые в этот же момент сразу замерзают. То есть, смотрите, какая у них листва. Это довольно странно. Я не знаю, что происходит с генерацией. Возможно, какой-то баг в новой версии. Но, может быть, так и должно быть. Но, а в дальнейшем мы сейчас увидим кусочки таких биомов. То есть, я уже немного побегал здесь и остановился именно здесь. А ладно, друзья, добудем камень. Или, быть точным, то был лыжник. Так, почему же я добываю так много, спросите вы. А чтобы сделать потом сразу печку и сделать всякие каменные принадлежности. Так, отлично. А деревянную кирку потом выкинем, потому что она нам больше не понадобится. Отлично. Всё, друзья. Теперь делаем наши предметы. Так, где топорчик? Вот именно под этой надписью не видно предметы. То есть, она мешает посмотреть, где что находится. Так, отлично, друзья. Ломаем верстак. И что ж, давайте срубим вот это дерево. Как видите, правда у меня листва замерзло. Но это дерево расположено именно в этом биоме. Довольно странно. Ну ладно, собственно, тогда давайте выбросим нашу деревянную кирку, чтобы она нам не мешала, не заполняла наш инвентарь. То есть, это просто мусор. А будем двигаться прямо. И, кстати, друзья, пишите комментарии, как вам вот такое выживание. Во-первых, шедерами и, во-вторых, без интерфейса. Вообще, как вам теперь видео без интерфейса, то есть, без кнопок? Лучше или хуже? Или вернуть кнопочки? Мне кажется, без кнопок лучше, да? И, собственно, могу сказать, что, друзья, и вправду, как видите, обрывки появляются между нашими биомами. Это и вправду довольно странно. Ну ладно, ёлочка, она не помешает. Мы можем сделать пол в нашем доме именно из этой ёлки. Так. Но сегодня я планирую найти что-нибудь просто-просто шикарное. Ну вот, как видите, уже начинается обычный биом. Я не понимаю расположенность генерации мира. Вот почему здесь обычный биом? Хотя там был лес. И, друзья, ладно, ничего страшного. По идее, лес нам не нужен. Потому что в лесу, кроме волков, и чего-то ещё мы не найдём. И, как видели слева, у нас опять горы. Очень странно. И это меня очень удивляет. Друзья, а также хочу сказать, что, если кому-то не жалко рубля, или большие суммы, то перейдите в описании, найдите киви-кашелёк, и, пожалуйста, кто может, кому не жалко, перечислите туда, сколько вам угодно. То есть, друзья, допустим, сейчас посмотрел это видео около 200 людей. 300. И если каждый из вас положит по рублю на киви-кашелёк, то получится 200-300 рублей. Ну и больше суммы, если, конечно, посмотрели больше зрителей это видео. Зачем же я собирать деньги? А, друзья, я собираюсь обновить свой телефон. То есть, купить более мощный. Как видите, уже начинает подлагивать в Майнкрафт. И это уже многим не нравится, в том числе и мне. Я думаю, что вы хотите более качественные, более детализированные видеоролики, в которых бы не проседал, ни не лагал Майнкрафт. Поэтому, друзья, если не жалко или вам просто хочется, то перейдите в описании, найдите киви-кашелёк. И, друзья, просто перечислите. Я вам скажу большое, прибольшое спасибо. Также при перечислении вы можете написать комментарий с тегом вашего канала или просто с приветствием. И, друзья, это будет довольно большой радостью для меня и, конечно, для вас, потому что в скором времени вы увидите довольно качественные видео. Я знаю, что мне нужно больше суммы около трёх тысяч, потому что ещё сумма у меня уже имеется. Но, надеюсь, друзья, надеюсь, что кому-то будет не жалко. Но я никого не заставляю. И, кстати, пока что мы разговаривали о киви, и мы уже нашли джунглевый биом. Очень классно и очень быстро, в том числе и неожиданно. Что же мы здесь планируем найти? Конечно, мы здесь планируем найти данж. И это будет просто суперски. Если, конечно, он нам попадётся. Но и арбузики нам тоже не помешают. А также, друзья, хочу сказать, что в скором времени возможно, видео немного уменьшится в связи с того, что я уже немного подболел. Это не больно заметно, потому что я и вправду не сильно заболел, но всё же я боюсь, что в скором времени болезнь может развиться. И, друзья, опять же, как всегда, кашель, соболи и многое другое. Поэтому я сразу предупреждаю и готовлю к худшему, что вместо трёх, двух видео могут быть по одному видео в день. В зависимости от настроения, которое у меня будет во время болезни. Я знаю, что многие люди, которые болеют, у вас то же самое случается, как и у обычного человека. У вас просто плохое настроение. И это связано, конечно, с ослабленным иммунитетом. Ну ладно, мы не будем загонять этой темой, друзья. Ну и, собственно, что ж. Сейчас, наверное, мы просто погуляем по джунглям, поищем что-нибудь интересное. В пещерке спускаться я, по идее, не хочу. Наверное, и вам не охота, потому что сейчас там будет скучно. Мы просто будем бегать и, возможно, искать данж, если нам, конечно, удастся его найти. Но шанс того, что мы его найдём, равен 50 на 50. То есть 50 шанс это то, что мы просто пройдём мимо, не увидим. 50% то, что мы его найдём. И, собственно, это, друзья, и вправду классно, что 50 на 50. Ну ладно, так. Оп, оп. Ух ты, классно. Паркур мастера, да? На самом деле, нисколечки не паркура. Просто перепрыгнули, и нам повезло. Ладно, друзья, и вправду, очень классно. Так. Ну, собственно, пока что никакого данжа, ничего мы больше не видим. То есть, даже арбузики. Арбузики, да. Да-да-да. Перепутал маленько. Арбузики мы больше даже не видим. Ни арбуз, ни тыков, больше никого. Ну, друзья, многие спросят, зачем я собирал сейчас бобы? А, ну, я собирал их для того, чтобы в скором времени их размножать и делать печеньки. Да-да-да-да. Наверное, многие любят печеньки. В том числе и в Майнкрафте мы будем их делать, когда построим наш дом. Да, я планирую построить дом. Надеюсь, вам эта идея понравится, потому что выживать в этом скором мире мы можем только с помощью домика. Да, жутко лагает Майнкрафт, друзья. Поэтому, я еще раз повторюсь, кому не жалко, или кому-то, наоборот, хочется и давно хотелось помочь, то, пожалуйста, перейдите в описании и на первой строчке найдите киви-кошелек. Ну, и все, друзья, все, закрываем тему. Да, деревья просто громадные, листья, трава здесь, просто все громадное. Но и FPS здесь, конечно, уменьшается в зависимости от такого большого количества, всякое разнообразие. Ну, друзья, это просто супер. Шейдер, и правда, суперский, потому что графика становится просто незабываемой. Я забываю, что я нахожусь в Майнкрафте, мне кажется, что я нахожусь в какой-то игре с очень красивой графикой, к примеру, в Майнкрафте на движке Core Angel, что-то в этом роде, и это правда прекрасно. И, друзья, хочу сказать, что эти шейдеры сделаны обычным текстурпаком, то есть, это никакой не блок-лаунчер, ничего, это просто сделано обычным текстурпаком. И у меня есть наподобие шейдеры на компьютере, и я когда играю на мобильной версии, мне эти шейдеры всегда напоминают ПК, я не знаю чем, но всё же чем-то. Взял, и на этой ноте мы закомчим первое желание. Ну что ж, не забывайте поставить лайк, а также подписаться на канал.